всем привет ранее утро понедельника вчера ездила за мужем на работу за 10 часам и моё единственное местечко было занято уже пока я прокаталась поставила машину фиг знак где сейчас бегу к ней и еду на работу на улице сегодня минус 4 хорошо тепленько он все стоят еще никто никуда не едет народ только просыпается нормальный алена как обычно нормальная банк сбербанк проверяет наши документы которую мы отдали на сделку же последние там проверки чего только там не проверяют и сказали течение пяти рабочих дней сегодня второй рабочий дней рабочий день это сказала вот но они звонили в субботу значит суббота тоже считается по идее понедельник сегодня третий рабочий день для них и как правило пять дней это максимум бывает и покороче и безумно хочется чтобы они сегодня позвонили сказали что все в порядке потому что завтра у меня выходной у коли выходной послезавтра не может хозяйка или нет после послезавтра короче потом будете разбериха кому куда надо и я так хочу я так хочу чтобы сегодня позвонили и сказали что все все готово и тогда во вторник мы пойдем на сделку и тогда уже может быть среду или в четверг и даже не может быть если квартира свободно даже если коля будет на работе уже сама начну что-то перевозить главное нам выйти на сделку я на работе вчера на работе баланс лак сегодня походу история повторится потому что все закупаются к новому году зато а то в первых чистых января будем сидеть спокойненько никого не будет будет заходить так всякую ерунду покупать и усил и да забыла показать вот это вот заказ для надюшки мурманчаночки который свой блог я про нее рассказывала она в субботу ко мне подбежит может быть это видео и выйдет в субботу я не знаю месяц такая задержка с этими видео вот и она в субботу ко мне подбежит к окончании моего рабочего дня заберет своих мы шундрей и познакомимся с ней поближе потому что мы общались не только по интернету решила их сфоткать поставил ответе возле стекла такое вот украшение у меня стоит листы бумаги и вот такая вот будет фотография типа того что чего только не придумаешь люди люди хочется кричать но не могу я на работе кричать от радости позвонили с банка все документы готовы я записалась ни с кем не посоветовавшись завтра на 12 часов на сделку потому что это мало осталось приемных часов и 12 самое первое время когда можно приехать в банк и вернее в контору в ту где все это оформляется и за заключить договор вот написала риэлтору позвонила коле все я такая рада и рада и довольная обычная по понедельникам не вижу потому что работы много этот понедельник не исключение но мне надо срочно закончить мышку для директора и осталась одна одежка и связать это все собрать в кучу поэтому уже конец рабочего дня и я активно вяжу одежку для мышки еду домой смотрю думаю куда мне бензин улетучивается я ведь недавно заправлялась потом думали на ты же еще такси подрабатываешь ты же мужа возишь конечно же бензин уходит вот уже пол бака у меня осталось так что муж у меня это дополнительные расходы на горючее я уже дома и сегодня буду копаться по дому переживать и волноваться снимать ничего сегодня больше не буду продолжим завтра не знаю что получится снимать что не получится но будет видно поэтому не прощаюсь будет всем пока и снова здравствуйте и снова здравствуйте вот моя мы шумбрия вернее не моя директорская вчера уже до упора вязала довязывала сшивала вот что мне осталось сделать мне осталось сделать бретельки потому что вот этот вот сарафанчик он спадает вот украсить его немножко хочу и не знаю может быть на ножке сделаю такие знаете кружечки как на подошвах делают может быть оставлю так но мышка смотрите какая классная мне очень нравится я думаю директор тоже оценят не зря я старалась и вот такая вот прелесть у нас получилось уже осталось немножко времени мы на взлете скоро поедем и вы знаете куда впереди щетка впереди кода машина вся в снегу сейчас муж почистит он на полу так кто ж так хлопает дверями блин давай счищаем прозуру я водитель а колю пусть чистят ну что же приехали мы в банк записанным или на 12 часов приехали прождали там наверное минут 30 если не больше потому что там либо кто-то пришел поздно либо сделка какая-то сложная была и риэлтор с продавцом должны были приехать в 1230 а мы зашли только в кабинет 1230 к счастью у нас все было быстро все документы я уже проверила до этого дом клейки все мы подписали поговорили как действовать дальше вышли к нашим продавцам и к нашему риэлтору опять же там же в банке подписали договор наш уже купли-продажи затем пошли сначала переводили с моей карточки деньги на ее счет затем у нас была наличка мы так договорились у нас деньги были и на наличка и безнал мы договорились что мы так и так отдадим ей все это будет в банке все это будет закон и все как бы как положено значит сначала бездарные деньги и перевела потом пошли положили насчет ее наличку 700 спасибо вот все нормально после чего пошли уже пешочком в росреестр потому что парковки балла все мы на машинах были но я продавец и риэлтор и там недалеко пошли в росреестр там конечно очень долго девчонка быстрая шустрая была но очень долго больше часу и все справились все хорошо поехали домой но все это время заняло нас на часа три и все равно какой-то внутренний но не мандраж какой-то вот волнение переживания и и за эти три часа так морально я устала не знаю как коля ехали домой уже как выжатые два лимона по моему он тоже устал хотя он особо у меня в документах не разбирается ему только коля то коля сюда надо показывать я все время переживаю потому что коля и документы это вообще земля и небо разные вещи потому что если идет куда-то он без меня сто раз объясню сто раз уточню чё делать и как действовать и все равно еще может быть потом перезвонить сказать лена а теперь чё делать но слава богу все закончилось все мы сделали как надо все мы дома мы дума свиньи скоро поедем в новую квартиру кого будем запускать первым кого рыжика тришика вафельку или кого или шушу или улиток запустим вот вот они уже ключики от новой квартиры завтра послезавтра начну возить все потихоньку покажу вам эту квартиру все увидите будем вместе разглядывать потому что все бегом смотрели первый раз когда на просмотре были внимательно все посмотрим вместе с вами будем переезжать тема и холесы я рада до сих пор не верится мама знает маме позвонила сразу не тоже переживали ну что ты ему там на ухо нас оптываешь а мы с колей отметили это дело выпили аж по баночке пиво коля пошел лег смотреть телевизор а я готовлю завтра ехать к папе с мамой хоть у меня бардак но я все равно готовлю там варится рис здесь будет у меня зажарка для перчиков перчики будут фаршированы но будут постные потому что это для папы ну и дома останутся потом суп скотом и потом у меня еще будет налимчик вот он мой налимчик тоже в маринаде мне так понравилось его так делать сама им с удовольствием и надеюсь папе тоже нравится а вот они перчики которые я буду фаршировать я их замораживаю по осени один в один по три штучки и милое дело зимой только доставай и готовь перчики нафаршировала рис сварила тютя в тютю так не потеть как обычно мне это и бывает вернее необычно часто внутри там не только рис там еще обжаренный морковочка с тучком и туда добавила во внутрь еще укропчик иди к товарищам и теперь сейчас это все дело протушится под крышечкой и одно блюдо уже будет готово а здесь у меня уже под рыбку делается зажарочка ну и чего я тут накошеварила пюрешечку себе любимой закрываемся потом рыбка под маринадом потом перчики здесь компотик с черники замороженной освобождаем морозилку по максимуму коля мой уехал на такси к адвокату по машине потому что у меня дома полно дел всяких колено стоит машет вот тот позвонил надо приехать что там с документами разбираются и все на сегодня я больше ничего снимать не буду пошла малеха помонтирую а вам всем пока всех люблю и до новых видео уже скоро будем снимать видео в новой квартире у меня я я я